Воздушная разведка – один из видов военной разведки, проводимой с воздуха, с летательных аппаратов, осуществляется частями разведывательной авиации, разведывательными подразделениями, авиационных соединений, всеми экипажами, выполняющих боевые задачи, а также беспилотными летательными аппаратами с целью получения данных о противнике, необходимых для успешного ведения военных действий всеми родами войск, видов вооруженных сил, отдельных родов войск и спецвойск. История первыми летательными аппаратами, использовавшимися в конце 50-х ГГ 19 века, были аэростаты в начале X-X, для воздушной разведки стали широко применяться самолеты. В России первый опыт воздушной разведки самолетов был получен на маневрах Петербургского, Варшавского и Киевского военных округов в 1911 году. В 1912-1913 годах, в Первой Балканской войне, русский авиационный отряд под командованием капитана Щетинина, действовавшего на стороне Болгарии, выполнял задачи воздушной разведки с фотографированием крепостных и полевых сооружений. Как самостоятельный вид разведки воздушная разведка сформировалась во времена Первой мировой войны, в годы Второй мировой войны 12% самолета вылета в советская авиация совершилась целью ведения воздушной разведки. С увеличением размаха военных действий интенсивность воздушной разведки росла. В 1941-м количество самолета вылетов на воздушную разведку составило 9,2%, в 1944-м оно увеличилось до 15%. Воздушная разведка не только добывала данные о противнике, но дополняла и документально уточняла данные других видов разведки. В условиях быстро меняющейся обстановки воздушная разведка часто была единственным средством получения данных о противнике для общевойскового и авиационного командования, например, зимой 1942-43 ГГ. Только воздушной разведке удалось вовремя раскрыть переброску Северного Кавказа двух немецких танковых дивизий в район Котельниково для деблокады. Войск, окруженных под Сталинградом. При подготовке Висла о дерзкой операции 1945 года воздушная разведка обнаружила под Г. Висла семь подготовленных оборонительных полос противника эшелонированных на глубину до 500 км и шесть противотанковых рвов. Современное положение. В вооруженных силах большинства стран основными средствами воздушной разведки являются пилотируемые беспилотные самолеты-разведчики. Они способны быстро выходить к объектам разведки, расположенным на значительном удалении, осматривать в короткий срок большие пространства, добывать достоверные разведывательные данные о противнике и оперативно доставлять их командованию. С целью наиболее полного и своевременного обеспечения боевых действий воздушная разведка должна постоянно взаимодействовать с другими видами разведки. Воздушная разведка делится на стратегическую, оперативную и тактическую. Стратегическая воздушная разведка ведется с целью обеспечения главного командования необходимыми разведанными о стратегических объектах противника, расположенных в его глубоком тылу. Оперативная воздушная разведка выполняется в интересах командования объединений видов вооруженных сил родов войск с целью получения разведывательных данных, необходимых для подготовки и ведения фронтовых и армейских операций, а также операций, проводимых флотами и ВВС. Тактическая воздушная разведка ведется в интересах командования соединения и частей видов вооруженных сил родов войск с целью обеспечения их разведывательными данными, необходимыми для организации ведения боя. Основные усилия тактической воздушной разведки сосредоточиваются на объектах, находящихся на поле боя и в тактической глубине. Основными способами ведения воздушной разведки являются визуальное наблюдение, аэрофоторазведка и разведка с помощью радиоэлектронных средств. Выбор способа ведения воздушной разведки зависит от выполняемой задачи, тепла и его разведывательного оборудования, противодействия противника, времени суток и метеорологических условий. Визуальное наблюдение осуществляется невооруженным глазом или с помощью оптических приборов. Оно позволяет быстро обследовать большие районы, получить общие данные о группировке и действиях противника, об объектах, изучить местность и погоду, немедленно обобщить и передать добытые разведывательные данные с бортала командованию. Аэрофоторазведка выполняется с помощью дневных и ночных аэрофотоаппаратов. Она обеспечивает получение наиболее полных, достоверных и точных данных о войсках противника, объектах и местности. Воздушная разведка с помощью радиоэлектронных средств делится на радио, радиотехническую, радиолокационную, телевизионную. Для радиоразведки используются самолетные радиоприемные устройства, позволяющие раскрывать содержание радиопередач противника, определять состав и дислокацию его сил, получать данные об их деятельности и намерениях. При радиотехнической разведке применяются приемы пеленгационных устройств, позволяющие определять основные технические параметры работы средств радиолокации и радиотелеуправления противника, а также их местонахождение. Она может вестись в любых метеорологических условиях днем и ночью. Радиолокационная разведка выполняется с помощью самолетных РЛС, которые позволяют обнаруживать объекты, контрастные в радиолокационном отношении, получать фотоснимки радиолокационных изображений объектов и местности, раскрывать меры противника по радиолокационной маскировке. Телевизионная разведка осуществляется с помощью телевизионных систем, имеющих в своем составе самолетную передающую и наземную приемную станции, которые позволяют наблюдать за объектами и действиями войск противника и своих войск. Многие страны внедряют также тепловые, лазерные и другие разведывательные средства. Разведывательные данные, добытые воздушной разведкой, поступают в виде сообщений по радио с борта ЛА, информации от автоматической бортовой разведывательной аппаратуры, а также обработанных документальных данных об объектах противника, в виде устных и письменных докладов экипажей после посадки ЛА.